Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, значит, игра «Думай, знай, познавай» Супер Блиц снова с вами. Ну что ж, мы подготовили очередные пять вопросов и готовы задать их очередным нашим участницам. Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Алевтин Михайловна. Зоя Ивановна. Очень приятно, меня Кирилл зовут. Ну что, пять вопросов. Я задаю вопрос, вы думаете над ответом и оцениваете свой ответ. Минимум в один балл, максимум в пять. Ваша задача набрать 15 баллов из 25 возможных. Первый вопрос. Эта часть карт в начале была абсолютно голой. И только в эпоху Ренессанса ее стали разукрашивать. О какой части карты идет речь? Игральные карты. А, игральные? А я стала думать про Атлас. Игральные карты. Стали разрисовать. Ну, до эпохи Ренессанса она была пустая. Вот просто такая вот, да? Ничего там не было нанесено. А после ее начали разукрашивать. О чем идет речь? Ну, Адам и Евы, может быть. Карта. Игральные. И все игральные карты, вне зависимости от масти. Ну, как цифрами. Что, как разукрашивать? Картинками. Знаками. Какую часть карты начали разукрашивать? Среднюю часть. Среднюю. Среднюю. А, или оборотную. Ну, вот смотрите, да. Лицевую. Ну, лицевую там что у нас всякие? Различные масти, да? Да, да, да. Валет, да, мы короче. А еще у нас какая часть карты есть? Ну, есть как бы вторая сторона, обратная. Оборотная, я сказала. Обратная сторона карты. Как вы думаете, что правильно? Я думаю, лицевая. Зачем оборотная? Ну, наверное. Наверное, надели обратную. Красивая обратная, да? Да. Разукрашивать стали, наверное, обратную все-таки она. На сколько? От одного до пяти? По степени уверенности? На один. Не, на три. На три. Это правильно, действительно, оборотную. Да, оборотную часть. Второй вопрос. Битва за этот город во время Великой Отечественной войны считается самой долгой за всю историю войны. Это город Ленинград, Одесса или Сталинград? Я думаю, что Ленинград. Это Сталинград, а я думаю, Ленинград. Сталинград, очень долго там воевали. Ну, блокада Ленинграда сколько? Ну, блокада была, конечно. Сколько, три года? Так это что же считается? Ну, да, значит, Ленинград. Сколько? Пять. Правильно. Ну что? Молодец. Действительно, это Ленинград. Следующий вопрос. Снова про Великую Отечественную войну. Это животное во время Великой Отечественной войны стало единственным видом животных, удостоенное боевой наградой, медаль за боевые заслуги. Что это за животное? Собака. Кошка. Я думаю, собака. А я думала, что кошка. За боевые заслуги. А может, мышь? А может, и лошадь. Они перегрызали проводку. А, ну да, тоже, тоже может быть, да. Представляете, мышь с медалью. Мышь. Собака, наверное, все-таки. Собака? Не знаю. Ну, скажи. И лошадь, и собака. Многие животные принимали. Верблюда тоже принимали участие. Да, принимали, да. И кошки. Мыши ели. Ой, ну да, кстати. За поеданием мышей. То же самое. Сейчас то же самое, да. Ну что? Ну что, Зоя, все-таки. Мышь или кошка? Или собака. Я бы наградила собаку. Ну, давайте собаку. На сколько? Ну, допускай на три. На три. 11 баллов в вашем активе – это действительно собака. Четвертый вопрос. В Голландии 1 мая – это время проведения фестиваля этих национальных цветов. Каких? Парни. Серьезно? Да. Сколько? Пять. Пять. 16 баллов в вашем активе. Последний вопрос. О чем Маяковский говорил дубликат бесценного груза? О паспорте. Серьезно? Серьезно. Короче, я проиграл. Точнее, наши участницы выиграли. Я вам, во-первых, дарю вот эти вот книжки. Это книга нашего прославленного краеведа Алексея Васильевича Плотникова. Держите вам. Да, держите вам. Спасибо. Подождите. И еще, пожалуйста, еще. Это вам, браслет победителя, о том, что вы выиграли. Выиграю, думаю, зная познавай. Супер Блиц. Пожалуйста, берите, владейте. Спасибо. И всем показывайте. Ренессанс нас подвел. Ну, ничего. Ну, ничего. Дорогие друзья, но на сегодня это все. На сегодня это все. Смотрите нас на телеканале Видное ТВ в следующую пятницу. Будет интересно. Пока-пока. Пока-пока.